МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите культурное обозрение в студии Анастасия Гришина. Сегодня в программе. Босхи Брейгель. В музее ИЗО открылась выставка репродукции двух столпов эпохи позднего Средневековья. Как ужасы преисподней впечатлили современных людей. Спортивная площадка, скверы, большая сцена. В селе Дросского готовятся открыть новый дом культуры. Где идутся местные коллективы сегодня и когда новоселье? Отпускная грамота, как художник Сергей Винников воплотил историческое событие на полотне. История одной картины из коллекции Орловского музея ИЗО. Мистические образы и тайны. Выставка с таким названием открылась в Музее изобразительных искусств. На ней представлены репродукции картин Босха и Брейгеля Старшего. Всего 45 копий, выполненных в стиле Жикле. Это художественная цифровая печать, позволяющая передать изображение с точностью до миллиметра. О сокровенном мире образов двух великих художников Северного Возрождения расскажет Наталья Чунина. Раз в год именно с такой периодичностью в Музее изобразительных искусств проходят выставки репродукции известных художников. В этот раз привезли копии работ именитых мастеров кисти Босха и Брейгеля. Когда мы увидели интерес к великим художникам, к большим именам, к максимальному представлению их творчества, нам стало понятно, что мы должны регулярно делать такие выставки. За пять веков имена Босха и Брейгеля Старшего, то возносились и до небес, то растворялись в забвении. Зачастую представителей Северного Возрождения ставят на одну плоскость. Однако общего у них было не так много. Да, они оба из Нидерландов, но работали в разное время и писали о диаметрально противоположных вещах. Босх о страхе перед грехопадением, Брейгель о человеческой глупости и суетности жизни. Однако оба в своих произведениях используют язык символов и иносказания. Питер Брейгель, его даже прозвали мужицкий, он больше обращается в своем творчестве к быту, к фольклору, но и не перестает работать на библейские темы. То, что касается Иеронима Босха, его работ можно расценивать как иллюстрация для той или иной притчи, для той или иной истории библейской. Брейгель Старший написал за свою жизнь чуть более 40 картин. Босх еще меньше, около 25. В России оригиналов картин этих художников нет. Для того, чтобы увидеть сами произведения, необходимо исколесить всю Европу и слетать в Америку. Это два удивительных художника, которые, так сказать, особенно Босх, это первый сюрреалист в мире. Все остальные вторичные, включая Сальвадор и Дали. Потому что то, что он создавал, это необычнейшие вещи. Копии знаменитых триптихов Босха, садземных наслаждений, страшный суд, воз с сеном в одном зале, в другом. Репродукции работы мастера пейзажа и жанровых сцен Брейгеля. Каждое полотно сопровождается описанием сюжетов. Я бы сказала, что это очень необычно. Что все картины сюрреалистичны и интересно действительно смотреть. Общение с оригиналом действительно затруднено для большинства, скажем так. А общение приближено к натуральному формату с произведением в копии, на мой взгляд, это расширяет и кругозор. Если честно, я сама восхищаюсь этим. Мне очень нравится все мистическое. И я была очень рада посетить и прийти сюда. Выставка «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны» будет экспонироваться в Орловском музее изобразительных искусств до 22 марта. Наш корреспондент Наталья Чунина прямо сейчас готова ответить на вопросы. Наташа, как тебе выставка и почему подобные экспозиции проходят всего лишь раз в год? Здравствуй, Настя. Дело в том, что в музее ИЗО зачастую показывают оригиналы. Выставка репродукции картин известных художников – это отдельный проект, который был организован три года назад. Тогда орловчане увидели копии картин Ван Гога, затем была и Вазовский, и вот «Босх и Брейгель-старший». По моему мнению, выставка получилась потрясающей. Яркие краски, библейские сюжеты, огромное количество образов и символов. Такие произведения хочется рассматривать и рассматривать. Какие репродукции работ можно увидеть на выставке? Признаюсь честно, когда я собиралась на выставку, я как поклонница творчества Брейгеля-старшего надеялась увидеть знаменитую графическую работу «Большие рыбы пожирают малых». Однако в экспозиции ее не оказалось. Зато есть и другие, не менее потрясающие и известные, например, «Жатва» или «Вавилонская башня». Что касается «Босха», то на выставке представлены практически все его триптихи. Спасибо. Это была наш корреспондент Наталья Чунина. Новое место для досуга – селе Дросского, что в Покровском районе в этом году появится новый дом культуры. Деньги на строительство выделили в рамках нацпроекта «Культура». О том, где сейчас вынуждены выступать коллективы и какие еще ДК области ждут обновления, расскажет Наталья Чунина. Дроссковское сельское поселение сегодня насчитывает около двух тысяч человек. Первый дом культуры здесь был построен после Великой Отечественной войны. В свое время отжил, пришел в ветхость и его ликвидировали. Потом переместили в тот магазин, где был мебель у нас, там поместили клуб. В витринном пространстве сценическое не прижилось. Дом культуры несколько лет странствовал из одного здания в другое. В 2014 году сельский дом культуры был перенесен в это здание. Оно было построено в 50-е годы прошлого столетия. В свое время здесь располагались машинные мастерские, инкубатор и даже спорткомплекс. Спортивный комплекс переоборудовали. Для зрительного зала выделили небольшое помещение. Допустим, у нас завтра мероприятие. Вот мы стулья занесли. В субботу у нас дискотека. Мы кресло вынесли. И вот в зависимости, а у нас бывает до 100-120 человек, только вот посетителей плюс 30-40 участников. Как вы понимаете, это очень неудобно. Своими силами обустроили ДК, готовят концертные программы, шьют костюмы, оборудовали в Доме культуры и фитнес-зону. Хочется привлечь молодежь, чтобы они были заинтересованы в этом. Хочется, чтобы у нас было что показать. То есть, как-то, чтобы не уезжали от нас. А еще и весело. Дроссковчане во время рабочей поездки Андрея Клычкова попросили главу региона выделить просторное помещение для клуба. В итоге построят новое. В рамках нацпроекта «Культура» на возведение объекта из трех бюджетов направят около 26 миллионов рублей. Инфраструктура, это лавочки, скамеечки, детская игровая площадка, площадка для автотранспорта. Значит, весь участок 70 соток земли. Участок шикарный, в центре села. Значит, клуб будет на этом участке, вы видите, стоять чуть в глубине от федеральной трассы. Это согласно нормативам. На месте складов сегодня пустырь. Необходимые коммуникации подвели. Участок ожидает начало строительных работ. Помимо нового ДК, в Дросского в этом году в Орловской области отремонтируют три дома культуры в Орловском, Болховском и Ливенском районах. О других арт-событиях в нашем дайджесте. Орловчанам предлагают подружиться с дружбой. Фотовыставка «Год дружбы с мостом» открылась в библиотеке имени Бунина. Автор экспозиции – журналист Ирина Крахмалева. На протяжении 12 месяцев следила за судьбой строения. Все фотографии, говорит автор, живые. На некоторых запечатлены проблемы, которые сопровождают период ремонта. На других – повисшие в воздухе вопросы, на которые до сих пор нет ответов. А какие-то являются социальным рассказом о российской действительности. На примере одного провинциального города. Опаленные Афганистаном – так называется традиционная тематическая выставка, открывшаяся в Военно-историческом музее. Она приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана. Прошел 31 год. Экспонаты не только из фондов музея, но и переданные участниками боевых действий. Теми, кто отдал интернациональный долг за речкой. Это фотографии, награды, документы, детали, экипировки и личные вещи воинов-афганцев. Семнадцать литографий по одному произведению в музее Тургенева открылась выставка работ одного из самых признанных во всем мире современных художников Юрия Купера. Серия посвящена трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери». Основной мотив экспозиции – воспоминания художника о музее-заповеднике Михайловское, где Пушкин работал над маленькими трагедиями. В рубрике «Музейная коллекция» мы продолжаем знакомить вас с экспонатами музея ИЗО. Сегодня Алла Наваженина расскажет об историческом полотне «Отпускная грамота». На картине «Отпускная грамота» Сергей Иванович Винников запечатлел исключительное историческое событие, связанное с отменой в России в 1861 году крепостного права. Действие картины разворачивается в опрятной и добротной крестьянской избе, где за столом трапезничает глава семьи с домочадцами. В центре композиции мы видим вошедшего с холода высокого мужчину в полушубке и сапогах. Возможно, это сельский староста. Он торжественно демонстрирует собравшимся бесценный документ, приковывающий взгляды почти всех присутствующих. Но эти люди неграмотны. Им помогает вбегающий в дверь запыхавшийся мальчик, который приводит единственного способного прочитать написанное сельского писаря или учителя, на ходу спешно старающегося нацепить очки. Собравшихся объяло волнение, что ждет их после прочтения этого важного документа. Посмотрите, как художник выстраивает композицию, находит выразительные типажи и интересные детали. В доме тепло. Об этом можно судить по босым ногам хозяина и его старшего женатого сына. Лапти которых лежат слева. Напольная, а не подвесная колыбель, и сидящая возле нее прямо на деревянных половицах молодая женщина. В доме уютно. На столе, покрытом скатертью, общая большая деревянная чаша, деревянные ложки и половина ржаного каравая. У порога необходимые предметы. Полотенце над подвесным рукомойником. Под ним ушат, метеолка и топор. Первый инструмент в крестьянском хозяйстве и защита на случай прихода недобрых людей. В традициях высокого академического искусства художник идеализирует и облагораживает своих героев, их быт и интерьер. Точно рассчитанное очередование основных цветовых пятен – белых, синих и красных – при общем темном колорите придают происходящему значительность и праздничное звучание. А персонажи напоминают академических натурщиков в старательно замерзших, тщательно выверенных позах. Как привести время с пользой, вы узнаете из афиши. Я же с вами прощаюсь. В областной библиотеке проходит выставка «Палехское чудо». В выставочный центр приглашают на экспозицию «О, Волга, колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я?» Там же ждут на персональную выставку Ирины Рыбаковой. В Краевическом музее выставка живописи Веры Демичевой от Урала до Парижа. 18 и 19 февраля в свободном пространстве спектакль «Байкот. Чучело». 19 февраля в филармонии концерт ко Дню Защитника Отечества от героев былых времен. 20 февраля в свободном пространстве леди Макбет Мценского уезда. В тот же вечер в русском стиле покажут народный роман, а поутру они проснулись. В Тургеневке зритель увидит постановку к 75-летию Великой Победы «Военные сны». 21 февраля в свободном пространстве баллада по Борису Васильеву «Азори здесь тихие», а в русском стиле представят комедию «Детектор лжи». 22 февраля там же покажут оптимистическую трагедию. ВОЛНИТЕКЛЕЙ ВОЛНИТЕКЛЕЙ ВОЛНИТОВ Редактор субтитров А.Семкин